Теплая и солнечная погода выводит на прогулки на свежем воздухе все больше артемовцев. Удлиняющийся день позволяет все дольше засиживаться на лавочках. На улицах стало людно, однако это прибавило забот полицейским. Люди все же нередко конфликтуют, совершают иные правонарушения. Круглосуточно полицейским Артемовского городского округа приходится следить за порядком на улицах, пресекать противоправные действия отдельных нерадивых горожан. О том, как шла работа правоохранителей нашего округа на прошлой неделе, рассказал Дмитрий Исаков, начальник дежурной части ОМВД по Артемовскому городскому округу. За период с 30 марта по 5 апреля текущего года в КУСП ОМВД России по Артемовскому району зарегистрировано 262 сообщения о преступлениях и происшествиях. Из них 18 сообщений зарегистрированы с признаками состава преступлений, из которых 10 фактов содержат признаки примитивного состава и 8 фактов содержат признаки преступлений средней тяжести и по более тяжким составам преступления. По 169 сообщений принято решение в дежурные сутки, из которых возбуждено 4 уголовное дело, по 50 материалам проверок принято решение о вынесении постановлений об отказе от возбуждения уголовного дела, 17 материалов направлено по территориальности и последственности, по 29 материалам проверок принято решение о приобщении специально на иммунитурное дело, как не нашедших свое подтверждение. По 20 сообщениям составлены административные протоколы, 37 сообщений приобщено. Крайне зарегистрировано фактом отказано в возбуждении административного производства по 13 сообщениям. На территории Артемовского городского округа по подозрению в совершении преступлений было задержано 4 человека, из них в порядке статьи 91 ПК РФ1 в отношении трех применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. До Сталина удержанную часть МВД было 8 граждан, данные граждане дактилоскопированы и поставлены на фотоучет. В ходе проведения профилактических мероприятий на территории Артемовского района было проверено и осмотрено 452 единицы автотранспорта, 515 лиц проверено по базам ИБД на розыск и на наличие неоплаченных штрафов. Продолжение следует...